Мечты еще нескольких детей исполнились в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Кто сегодня выступил в роли Деда Мороза и какие желания исполнились, расскажет Денис Алексеев. Это тебе подарок. То, что ты загадывал на «Елке желаний». В глазах непередаваемая радость. Новый год уже наступил, а подарки не заканчиваются. В своем шаре для «Елки желаний» Ева Новгородова из Вилючинска написала «Хочу игровую кухню». Сбылось. Конечно, акция очень хорошая для детей, таких детей с особенностями, разных детей. И мы очень рады, что повезло именно нам. Мечту Евы осуществил глава Министерства по развитию Дальнего Востока Алексей Чегунков. По видеосвязи поздравил семью и даже раскрыл свой небольшой секрет. Его любимый вулкан находится именно в Вилючинске. Я поздравляю тебя с Новым годом, Ев. Я желаю, чтобы он у тебя был радостным и каждый день давал поводы для улыбок. Играйся с удовольствием своей новой кухней. Люби Камчатку, люби свои вулканы. Они безумно красивые. А мечта Ромы Кононова из Волгоградской области связана с путешествием. Он хотел побывать в Москве. И вот он здесь. Вместе с мамой сначала съездили на экскурсию по новогодней столице. После пришли на спектакль «Щелкунчик». Театра в желании указано не было. Но кто откажется от просмотра легендарной классики? Министр просвещения Сергей Кравцов тоже так подумал. И вот лично поздравляет семью с праздником в холле Большого. А вот 13-летний Мансур тоже скоро окажется в Москве. Его семья живет в Астраханской области. Болеют за «Спартак». Мансур самый ярый болельщик. На Новый год загадал когда-нибудь посмотреть игру любимой команды вживую. Министр здравоохранения Михаил Мурашко об этой мечте узнал. И вот результат. Матч со «Спартаком» он будет только во второй половине февраля. Но у тебя уже приглашение на матч есть. Места забронированы. В качестве дополнительного подарка у Мансура теперь есть мяч и майка с автографами футбольных кумиров. Патая, джекия и промеж. Не то чтобы Сережа Семизаров хочет стать пилотом. Нет. Но пролететь на вертолете мечтает давно. А уж с таким-то видом на храм вооруженных сил России дух захватывает. Воздушную прогулку на вертолете «Ансад» для мальчика организовал вице-премьер Алексей Аверчук. Слетали все. Как понравилось? Да, понравилось все. Ну и куда же без подарков. Домой Сережа уехал с большим желтым пакетом. И в прекрасном настроении. Денис Алексеев, Вести. Спасибо. 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 Спасибо.